здарова ребятки меня зовут павел сегодня поговорим о настройках obs для записи видео игр не для стримов потому что настроек для стримов на ютубе просто полным по уму при этом настроек для записи мало и они не всегда актуальны потому что уже куча обновлений вышло сейчас у нас версия 28 1.2 покажу свои настройки создал профиль сцену для видео это все мелочи ну на всякий случай до использовать несколько сцен разных удобно использовать несколько профилей удобно все это настраивается на ваш вкус и цвет давайте перейдем к настройкам потому что видео хочу сделать коротеньким и просто информативным чтобы были на моем примере настроечки попробовали скажу что как можно поменять в случае чего там зависимости от железа и как бы все больше ничего не надо зачем лить воду заходим в расширенные здесь цветовой диапазон выставляем полный чтобы картинка не была бледная заходим видео если мы хотим у нас допустим монитор 2k вы хотите получить картинку full hd восстанавливаете масштабирование здесь фильтр выбираете метод лансоша другие фильтры выбирать не надо если слишком сильная нагрузка чувствуете меняйте на бикубический ну методом проб и ошибок естественно метод лансош самый лучший так переходим во вкладку вывод на пир прежде чем еще в аудио можно включить моно чтобы звук не скакал от левой к правой колонке вывод запись формат записи mp4 я использую лично вы можете использовать мкв для чего для того чтобы если вдруг видео прервется она сохранилась так далее но мне просто удобнее использовать mp4 если вы вдруг боитесь что видео прервется тому бс какрашница свет выключат и так далее пишите в мкв видео можно ваш файл ремультиплексировать легко это делается вот здесь вот пару кликов буквально ничего там страшного нет качества не потеряется особо масштабировать вывод вот при записи здесь вот эту галочку я не советую ставить его проще вот здесь вот масштабировать сразу далее управление битрейтом я ставлю сикипи и 20 это просто золотая середина которая есть между нагрузкой на железо и качеством у меня 20 80 2к а 9 99 по 0 кф и и в принципе когда я хочу красивую картинку получить я выставляю здесь 15 13 тоже методом проб и ошибок этого добивался нагрузка естественно меняется чем выше вот этого число тем хуже качество и тем меньше нагрузка соответственно но 13 у меня красиво но если там шутер какой-то то и конечно же такое себе получается значит интервал ключевых кадров естественно на 0 это уже годовой стандарт предустановка значит что тут нужно знать p6 p7 визуально отличается мало очень нагрузка между p6 и p7 уже чувствуется и и собственно и методом проб ошибок советую отталкиваться именно от p6 медленнее лучшее качество если вы чувствуете что при записи там на full hd картинка красивая но выходной файл у вас там косячный выставляете вот сначала вот этот параметр пониже далее регулировка регулировку просто ставите на высокое качество и больше не трогайте эту штуку многопроходный режим если что лучше трогать вместе с предустановкой почему одиночный проход самая мелкая самая малая нагрузка на железо двойной проход четверть разрешения это что-то среднее при этом увеличивается естественно качество выходного изображения и полное разрешение максимальная нагрузка ну из этих трех они в принципе не естественно максимальное качество я выбрал золотую середину качество картинки меня устраивает fps на выходном файле нормальный ничего не троит кубики не появляются все круто профиль high если на high профиле вы чувствуете что у вас там уже при записи допустим и игра лагает тому bs лагает меняйте на main и вот эти три параметра параметра предустановка многопроходный режим профиль и четвертом cqp еще меняйте вот в принципе и все очень много просто видосов я искал свои настройки чтобы настроить но без для записи игр потому что ролики на канале давненько не выходили будем честными не мне хотелось как-то для youtube подготовить картинку максимального качества я чё тут недельку то другую посидел искал искал эти настройки в итоге наткнулся на такую что cqp значение от 13 до 15 p6 четверть разрешения при двойном проходе профиль high все шикарно просто вот если вы пишете видеокартой конечно вот мои настройки пожалуйста пользуйтесь отталкивайтесь этого это не истина последней инстанции просто у меня получилось добиться нормального качества выходного изображения хочу этим с вами поделиться подписывайтесь ставьте лайки ждем новых видео от меня разумеется всем вкусного чая и добра